Всем привет, снова здравствуйте, The Brush Семёрочка. На поездке дня сегодня такой вопрос. Захотелось вот мне сделать штаны миньону, необычно, да, вот по прошлому видео, знакомство с программой Marvelous Decision, всё нормально, программка хорошая, но вот как она поведёт себя именно на моём миньоне. И вот загорелся, именно в принципе и шить не умею. И понятия имею, что такое выкройка, как всё это стыкуется, где чего, но я очень от этого далёк. Программу тоже недавно только я узнал. Это будет не урок, это будет просто обзор программы, и вот что я в ней могу на данный момент сделать. В этом ручье посмотрим этот ролик. Кому будет интересно, погнали. Опять же, спасибо Тимуру, он ведёт стримы, я уже о нём говорил в роликах. Очень прикольно, и вот заходите, задавайте ему вопросы. Кстати, сегодня тоже будет стрим в 15.40. Так, погнали изучать, что такое Marvelous Decision. В принципе, что? Интерфейс очень приятный. Вроде здесь всё так скомпоновано удобно, ничего лишнего. Так что, можно её изучать. В принципе, всё нормально. Она мне и визуально уже нравится, и вот функции у неё тоже связаны с рисованием. Так, 3D-окно. Сюда мы подгрузим нашего миньона. Так, открываем файл. Импорт. Опш. Всё, сейчас ждём. Комп у меня очень туговатый, так что ничего, пойдёте. Главное, что есть. Жмём ОК. Можно вот поставить добавить, если потом какого-то персонажа. Можно вот просто открыть, открыть поставим. Сейчас у нас миньон загрузится типа как аватар. Аватары есть именно в этой программе уже родные. Там женщины, мужчины. В принципе, я о них уже показывал. Посмотрите предыдущий ролик. Погнали изучать, что это такое вообще. Что это за Decision Doll. Колёсико вперёд-назад, вот так вот, если вы крутите, приближает, отдаляет модель. Правая кнопка мыши, модель крутит. Так, если вы зажмёте, нажмёте на колёсико, вы можете модель перетаскивать. Это окно 3D. Если вы нажмёте на миньона, появляется вот типа Gizmo в The Brush. Вы можете вот так вот его приподнять. Вставим боком и на зелёную вот эту стрелочку нажимаем. Вот мы его приподнимаем. Вот так вот. Также можем его уводить в бок. И также за квадратик вот так вот перетаскивать. Вот так вот. По полю. Всё, вот мы когда его установили. Здесь вот у нас в 2D есть его оттенок, тень, так сказать. Что ещё тут можно сделать? Погнали дальше разбираться. Вот так вот его поставим поближе. И вот перейдём на 2D экран. Это вот здесь вот. Здесь вот тоже есть сшиватели, есть редактировать деталь, есть курвы. Так. Что тут есть на 2D? Есть основная. Это трансформировать деталь, редактировать деталь. Потом редактирование кривизны, редактировать точки кривой и добавить разделяющую точку. Также здесь есть смут курв, слэш энд спетт, я её вот тут и полигоны. Вот нажимаем на полигоны, свободная фигура. И вот у нас есть уже образец, вот как тень нашей модели. И давайте что-нибудь нарисуем. Нажимаем на точку и пошли рисовать. Что-то рисуем вот так вот, свободно. И замыкаем. Всё. Мы нарисовали. Нажимаем на свободном месте экрана 2D. И сейчас она должна вот эта модель именно лтеть. Вот она сделалась жёлтой. И вот она появилась на экране. 3D модели. Мы можем также на неё переключиться. И также с помощью вот этого типа Gizmo можем её вот так вот перетаскивать. Мы её пока вот так установим вперёд. Пусть она тут немножко повисит. И что можно сделать вот с этой моделью? Во-первых, можно её закруглить. Это нам поможет смут курв. Вот этот. Наводим на угол. И вот так вот можем её округлить. Вот таким вот образом. Если нам надо. Также мы можем сделать вот этой модели типа зеркалку. Зеркалка делается как? Переключаетесь на трансформацию детали. Она вот так вот выделяется. Жмёте правой кнопкой мыши. И жмёте симметрик паттерн. Вот вы видите, появляется зеркальное её отображение. Вы нажимаете, отводите в бок и нажимаете. Всё. Вот она появилась. Также их можно вот так вот вместе объединять. Передвигать. Здесь вот на 3D экране. В принципе, ничего сложного. Что можно сделать ещё? Можно сделать вот этому всему дубликат. Как это делается? Жмёте Ctrl-C. И жмёте следом Ctrl-V. И вот у вас появляется дубликат вот этой детали. Вы её устанавливаете. Всё. Вот у вас задняя часть и передняя часть выкройки. Теперь на 3D модель переходим. Немножко её передвинем, чтобы было удобно. И вот за квадратик вот этот. И уведём вот это всё назад. Вот так вот. Правой кнопкой мыши чуть-чуть повернём. Посмотрим, как тут что установлено. Ну, в принципе, можно ещё её немножко тут покрутить. Вот так вот. Ctrl-Z не забывайте. Отмена ваших действий на шаг вперёд, на шаг назад. Ну, вот в принципе, что-то вот так вот получается. Так, следом, что ещё можно сделать? Можно всё это дело уменьшить. Сначала всё это дело можно перенести. Давайте перенесём куда-нибудь, не знаю, вот вниз вот так вот. Перенесём. Чтобы потом, когда будем делать ещё какие-то заготовки, уже переносить нельзя. Уже если на модели вы всё это отпечатали, то всё уже, пардоньте. Вот это должно находиться в этом месте. Иначе модель вся собьётся. Так, что ещё можно сделать? Нам нужно добавить теперь лямки. Давайте сначала всё это дело сошьём по простенькому. Вот сюда нажимаем. Называется это кнопка сшивания по сегментам. Чуть-чуть вот так прибавлю, чтобы вам виднее было. И вот нажимаем вот сюда и нажимаем вот сюда. на эту точку. Вот тут есть, сейчас я вам покажу, кстати. Вот эти вот точки, не точки, а полосы, вот они показывают, что именно можно, они должны вот так вот здесь находиться, чтобы по ним сшивать можно было. Так, что ещё можно сделать? Можно сделать вот так вот и эту сшить. Вот вы видите, что на 3D появились полосы. Вот это всё уже сшито, вот так вот. Так, ну и теперь надо сшить именно вот эти вот боковинки. Нажимаем на боковинку, жмём вот так, чтобы именно ровные были, без перехлёстов, без перекрестий вот это вот ровное, квадратик такой был. Объясняю как могу, так что, парадонте. Так, потом сшиваем её тут. Вы видите, что она симметрична, у нас симметрия включена, у нас всё симметрично сшивается. Ну и сошьём давайте вот эти вот бока. Вот вы видите, что на модели всё это появилось, швы. Вот она уже окутана этими швами. Так, ну теперь нам нужны лямки. Лямки будем делать тоже вот именно вот этой вот полигоном. И нарисуем где-то лямки, наверное, ну вот так вот. Теперь пришьём лямки вот сюда вот, вот к этой части. Опять же переключимся на сшивание и будем делать вот так вот. Вот. Нажимаем сюда, нажимаем сюда. Потом следом нажимаем сюда и нажимаем вот так вот, чтобы они вот здесь вот именно сшились. Так, делаем Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так как я не столько ещё подкован, вернём всё это назад, нарисуем ещё разочек её. Переключимся на рисовалку, вот так вот. И вот так всё это дело лямки нарисуем. Сейчас эта лямка появится вот на модели. Мы на неё вот так вот переключимся. И можем её вот именно, нам нужно её вот так вот перенести сюда, вот так вот. Правой кнопкой мыши развернуть и вот здесь вот её немножко подкорректировать. Теперь её нужно развернуть вот так вот. И можно опять же вот сюда вот, именно к руке подтянуть её, чтобы она была у нас над плечём. Вот где-то так мы и установим. Единственное, да, неудобно, многое тут ещё для меня неудобно. Маленький экран, я привык именно к другому виду. Вот так всё это мы дело подносим, чтобы она была именно над плечём. вот так вот. Ну и сделаем, давайте, дубликат всему этому делу. Сделаем ctrl-c, ctrl-v вот этой модели. Так. ctrl-c, ctrl-v. И вот так её перенесём. Так, вот у нас две лямки уже есть. Можно сделать их даже симметричными. Это нажать ctrl-z, ctrl-z, ctrl-z. И правой кнопкой мыши нажмём симметрик паттерн. Вот так вот. И можно её вот сюда вот так вот перенести уже, чтобы она именно вот ровно была. Вот так вот. И вот теперь, если вы будете прибавлять одну, или уменьшать, вот тянуть за бок, то будут уменьшаться они обе. Так, смотрим, как тут, что у нас на модели. Как они отпечатались. Вот так вот. Надо их теперь вот именно установить. переключаясь на 2D-экране, вы переключаетесь и на 3D, ну, по моделям, по выкройкам. Так, всё вроде нормально на месте. Но надо ещё немножко всё это дело подтянуть вот так вот. Раз. И вот эту вот тоже модельку нужно подкорректировать. Вот так вот. Вот таким вот образом. Так, всё, это дело у нас есть. Теперь надо их пришить вот к этим лямкам, к этим штанам. Опять заходим вот сюда вот. Нажимаем сшивание по сегментам. И жмём вот так вот. От модели. Вот так вот к лямке. И теперь вот так вот от лямки. Чтобы не было перехлёстя. Чтобы не перекрещивались вот эти линии. Так, Ctrl-Z. Нажимаем вот теперь на этот угол. Ага. Это не так. Нажимаем вот сюда. Нажимаем вот сюда. Всё. Попали. Всё симметрично. Она зеркальная. Тут и одна лямка сшилась, и вторая. И вот вы видите, что сшились-то они крест-накрест неправильно. Но это не так должно быть. Переделываем всё как надо. Переключимся на трансформацию деталей. Выделим лямку одну. И отключим именно зеркалку. Remove Link Edition. Вот так вот. Теперь попробуем опять сшить. Так, получается, если вот эту часть мы сшиваем с этой. Так, всё правильно. Значит, получается, нам нужно сшивать наоборот. Жмём Ctrl-Z. И получается, вот эту вот часть мы сшиваем вот с этой частью. Смотрим, как тут, да что вы видите, что перехлестнуло её. Опять возвращаемся. Внимательно тут оказывается всё смотреть. И вот так вот всё это дело ровненько перешиваем. Вот теперь нормально. И теперь вот от этой модели перешиваем вот к этой. Вот. И тут мы пришили. Теперь получается то же самое делаем с этой моделью. Шьём сюда. Смотрим, что здесь опять у нас в перехлёсте. Ctrl-Z возвращаемся и жмём пробуем по новой. Вот так вот нажимаем. О! Получилось. Теперь жмём сюда. Так. Ctrl-Z жмём на ближайшую вот эту точку. И сейчас должно всё вроде опять перехлестнулось. Так. Устанавливаем и смотрим, чтобы всё у нас получилось в этот раз. Попробуем вот от этой модели перешить. Во! Вот теперь от модели от штанов получается. От лямки не получалось. Ну вот, когда у вас что-то в таком духе сварганено, давайте попробуем всё это дело уже одеть на нашу модель. Жмём вот сюда вот симуляция. Нажимаем и ждём. Интересно, какой будет результат. Вот. и следует... Где-то что-то у меня не закреплено, наверное. Одна лямка у меня не закреплена, не перевязалась. Вот это вот. Ёпта, сколько тут? Так, вот такая модель получилась. Вот так тут всё что-то сшито. И вот теперь надо это всё дело посмотреть, как сошьётся между собой. По-простому, простенько. Погнали, дай Бог получится. Жмём опять. Сейчас пошла драпировка. И вот сейчас должна вроде натянуться на модель. Почему-то она спускается вниз. Я вот этого понять не могу. Погнали, дай Бог. Вот такие штанишки получили. Так, словом, что эксперимент не удался, выкройка неправильная, но всё правильно было сшито. И получается, что где-то в выкройке у меня тут косяк. Возможно, даже неправильно где-то её подставил, установил. Вот такие вот дела. С миньоном пролетаем. А так, программа интересная, рекомендую, изучайте, всё будет классно. А этот эксперимент на вот этом гаврике не удался. Всё, всем пока, до свидания.